Международный лагерь память во имя мира завершает свою работу в этом году. В пятницу организаторы и участники проекта рассказали журналистам, как прошла интернациональная смена и каких результатов удалось добиться. Эти молодые люди представители разных культур. Половина ребят говорит по-немецки, вторая по-русски. И все-таки им удается найти общий язык. Язык совместного дела, уважения, памяти, мира и добра. С 2007 года участники интернационального молодежного лагеря память во имя мира встречаются в России и вместе помогают восстанавливать воинские захоронения. Эта смена отличалась от всех предыдущих. До прибытия в Россию немецкие ребята не были знакомы друг с другом. Нам очень приятно видеть ребят, представителей молодежи Германии, которые приехали из разных территорий. То есть каждый представляет свою территорию Федеративной Республики Германии. Не из одного города. Вместе ребята славно поработали на местах боевых действий и воинских захоронениях по всей области. Начали мы с ухода за кладбищем иностранных военнопленных в селе Сапогово Курского района. Там была подкраска ограды, крестов, уборка мусора, вырубка сушняка. Большой объем работ был сделан в парке Бородино. Участники лагеря признаются, две недели пролетели как одно мгновение. Однако каждый из них успел собрать большой багаж впечатлений от общения и знакомства с новой культурой. Эти 35 человек, участников лагеря, расскажут о своих впечатлениях дома. Расскажут о России, которую они видели своими глазами. А русские участники расскажут о немецких друзьях. И таким образом представление о двух странах будет окрашено личностными переживаниями и эмоциями. Добрые дела во имя мира будут продолжены и в дальнейшем. На вопрос организаторов, кто из ребят хочет в следующем году вернуться в Курск, все дружно подняли руки. Юлия Матвеева, Екатерина Болдырева, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.